Приплыли мы на первый остров и сразу же здесь такая тусовка. Короче, припаркованы лодки, припаркованы мотоциклы водные, вокруг небольшие острова, большие острова. Мы приехали утром, сейчас 10 утра. Если сюда приехать вечером, то здесь вообще народу тьма. Таиланд, друзья, это не только Пхукет, Паттайя и Бангкок. Здесь множество островов, разбросанных по всему Андаманскому морю и Сиамскому заливу. Точно их количество сказать не получится, но их здесь более 250. Конечно, самым популярным островом является Пхукет. Здесь находится международный аэропорт, откуда можно улететь не только внутренними рейсами, но и, скажем, в Малайзию, Сингапур, Гонконг или Китай. В Таиланде есть, скажем, и черепаший остров. Или тот, что привлек голливудских кинематографистов. Или, наконец, острова обезьян. Удобно я сразу прыгнул в такси. Там внутри, прям в аэропорту, как бы, стоят стойки. 700 бат я отдал мне ехать. Час там в районе 50 километров. Может, где-то что-то там можно дешевле найти, арендовать тачку. Но я сейчас не хочу париться, хочу приехать в гостиницу. И сегодня немножко почилить. Очень прикольно, что два отеля. Значит, один отель Тиде или Тайд, называется Тайд. А другой фото. Но они принадлежат одному владельцу. Я, короче, сначала вчера приехал, заехал вот этот вот Тайд. Но у меня вот этот фото. Короче, одно и то же. Здесь бар, здесь ресторан и завтрак. Пока что мне везет, дождя нет. Вчера был дождь и небо голубое. То есть, если так будет, это будет прям бомба. Хукет – это главный и самый большой остров в Таиланде. Его площадь – 1406 квадратных километров. Для сравнения, у Санкт-Петербурга точно такая же площадь. Согласно легенде, Хукет означает «холм». Что логично, потому что их здесь немало. Я не буду детально касаться достопримечательностей Большого Пхукета. Для этого я запланировал отдельный выпуск. И скажу лишь одно. На развитие острова сильно повлияли китайцы. Которые, по сути, запустили здесь оловянно-добывающую промышленность в 18-19 веках. Эти работяги много где заземлились. Отсюда и наличие китайских кварталов чуть ли не в каждом мегаполисе. Посмотрите мой отдельный выпуск про бангкокский Chinatown. Там я разобрал, как, зачем и почему китайцы покидали родные земли. Вот это такое красивое место нас привезли. Это порт. От моего отеля получился плюс-минус час, наверное. Ну, это 45 минут от моего отеля. Куча здесь лодок классных. Ну, как лодки. Это не просто лодки, а тут прям яхты такие конкретные. Вот возле меня стоят там 15-метровый, там разминается кто-то. Большой такой порт и красивый. Ухоженный, заезжаешь, все под шлагбаумами. Сразу же у меня вот эта компания. Здесь они накрыли поляну, стол, кофе. Сразу же я первый. Первый. У меня там человек 10, наверное, на лодке будет. Я первый приехал. Вот сразу же, видите, тут вкусности, сладости всякие, компотики. Короче, я позавтракал час назад, сейчас у меня еще завтрак. И сразу же пивасик тоже. Да, сколько, ребята, все это дело стоит удовольствия? 3700 бат. 3700 на весь день с лодкой, с едой, со всеми островами на человека. Нормально. Дети маленькие, до трех лет, по-моему, бесплатно. Потом в районе трешки, по-моему, на ребенка. Не помню, честно говоря, возраст. Дети маленькие, до трех лет, по-моему, на ребенка. Приплыли мы на первый остров, и сразу же здесь такая тусовка. Народу тьма. Необитаемые острова, да? Не, ничего похожего. Эти острова необитаемы только на картинках. А тут людей просто тьма. Первый остров, куда мы держим путь – Кохай. Точнее, это группа из трех маленьких коралловых островов. Кохай-Нок, Нуй и Най. Почти как Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Между ними где-то по 500 метров, а от Пхукета до них минут 10. Отсюда и дикая их популярность. Кохай-Нок – идеальное место для пляжного отдыха. Большая часть территории острова представляет собой скалу, покрытую тропической растительностью. В ее подножье тянется большой пляж, омываемый с трех сторон моря. В зависимости от приливов и отливов, песчаная часть острова может то расширяться, то сужаться. С одной стороны пляжа разбросаны крупные живописные камни, что создает красивый фон для фотосессий. Ребята, сразу вот здесь вот такой движ. Можно сразу, короче, понырять с масками, с трубками. Вот, солнце мне прям сюда бьет в глаза. Короче, ребята сразу же здесь ныряют, поэтому, конечно, вдруг вы собрались. Вы можете купить все это дело прямо здесь, здесь, естественно, все это продается. Либо вы можете притащить с собой и поплавать, понырять, посмотреть рыбок. Второй остров этой группы привлекает поклонников снорклинга. Здесь поблизости коралловый риф с ярким подводным миром. А на третьем острове можно увидеть обезьянок. Он состоит из нескольких скал разного размера, самая большая из которых покрыта тропической растительностью, соединенных между собой пологим песчаным пляжем. Здесь не купаются, так как берег довольно каменистый, на песке много крупных обломков кораллов. Он тоже подходит для снорклинга, а еще местные предприниматели покатают вас на джетский. Интересный момент. Если вдруг кому-то захочется остаться на островах и переночевать, то у вас это сделать не получится. Потому что острова, во-первых, охраняются, во-вторых, здесь нет ничего для того, чтобы ночевать, в-третьих, ну, можно сказать, так, что туристов отсюда на ночь выгоняют. Ну, ребята местные, они знают, как разбираться с этими обезьянами. Просят не брать с собой, значит, сумки, не брать с собой никакую еду, потому что обезьяны здесь говорят, что они на этом острове на пи-пи. Они, короче, типа агрессивные. Забирают, все, ну, как бы камеры они не трогают, им нечего делать с камерами. А вот, типа, там сумку съестное такое, всякие какие-то побрякушки. Обезьянки эти могут у вас схватить здесь. А дальше отправимся в место, где можно остаться на ночь. Пылающий остров. Пхипхи. В оригинале звучит как Палауапи-Апи, что буквально переводится как остров огней или пылающий остров. Пхипхидон – основной и единственный населенный остров в этом архипелаге. Я думаю, что, честно говоря, остров будет менее обитаем. Тут город. Просто город на острове и жрачка у нас тут, еда. Его площадь 28 квадратных километров. Сфармирован он двумя известнякомыми монолитами, соединенными узкой песчаной косой, протяженностью около километра, с минимальной шириной около 150 метров. На косе расположено основное населенное место, а у бухты Танцай находится причал, предназначенный для приема небольших морских судов. Пхипхидон представляет собой полностью пешеходный остров, только в области песчаной косы. И здесь не допускается движение транспортных средств. Исключение составляют полицейский транспорт и скорая помощь. Люди передвигаются пешком или на велосипедах, а грузы переносят на тележках. Чего здесь только нет на этих улочках. И вот это как раз одно из тех мест, ну не именно эта улица, а вообще весь этот рынок. Я это так называю. Короче, здесь вы можете взять, найти лавки, магазинчики, как это правильно называть, где вы можете забронировать себе ныряние с аквалангов. Лусей тоже одно из мест. Ну и все, мне пора загружаться. Наш капитан паркует лодку прямо на песчаный берег, мы на нее грузимся и отправляемся на Пхипхеле. Это наш следующий пункт назначения. Возвышающийся из воды огромный известняковый монолит. Площадь острова чуть более 6 километров. Здесь мы проплываем пещеру викингов. Мне было бы очень интересно посмотреть на тех викингов, которые сбились с курса и оказались в этих голубых водах. Нет, друзья, пещера не имеет никакого отношения к этим скандинавам. Да и название это, скорее всего, эдакий маркетинговый ход. А вот что интересно, так это то, что местные жители острова используют бамбуковые шесты, чтобы взбираться в пещеру на головокружительную высоту, где расположены птичьи гнезда. Потом эти гнезда продаются за большие суммы и используются для приготовления деликатесных супов. Одним из основных мест сбора гнезд является пещера викингов. Пещера выделяется своими древними наскальными рисунками, которые напоминают корабли викингов. Отсюда ее так и назвали. Художества эти принадлежат, скорее всего, кистям морских цыган или пиратов, населявших эти места некоторое время назад. 23 года назад на экраны вышел фильм, рассказывающий о поисках путешественникам райского пляжа, не пострадавшего от туризма и не имеющего никаких ограничений. Назывался фильм «Пляж» в главной роли Леонардо Ди Каприо. Признаюсь честно, посмотрев этот фильм еще в школьном возрасте, у меня появилась мечта попасть на такой остров. Я знать не знал, где его снимали, и понятия не имел, где его искать. Как вы понимаете, мечта моя сбылась. Шаг и мат тебе, Леонардо. Залив Майя-Бэй. Был выбран как то самое идеальное место, где может обосноваться группа людей для создания своего идеального изолированного мира вдали от всепоглощающей цивилизации. В наши дни это место по-прежнему выглядит идеальным. Изолированным? Не сказал бы. Смотрите, сколько людей. Короче, после фильма, конечно же, после фильма «Пляж» это место стало мега популярным, мега раскручено. Огромное количество людей, куча подплывает лодок сюда. Интересно, что здесь, кстати, купаться запрещают. Заходить в воду можно, но купаться запрещено. И стоят охранники со свистульками, короче, чтобы никто не купался. И лодки с той стороны подплывают, но это подплывает, не высаживаясь, это посмотреть. А вообще мы приплыли с той стороны острова. То есть мы приплыли с той стороны острова, потом мы прошли по маршруту и зашли, ну, грубо говоря, с острова. Не с воды, да. Мы через остров насквозь прошли и вышли сюда на этот пляж. Здесь, кстати, такие, типа, там, кафушки, сколовки есть внутри. Это считается, как бы, местным их национальным парком. Охраняется круглосуточно. То есть если вы думаете ночью прийти тут шашлыки пожарить, они схватят вас и посадят на 10 лет, как они любят. Идеальный чистый песок. Хотелось бы еще здесь немножко, конечно, остаться, задержаться, посидеть, поплавать. Но плавать здесь запрещено, поэтому плавать мы едем дальше. Мы поплывем в лагуну, где мы будем как раз вот нырять и смотреть рыбок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прибыли на еще один остров. Ранг-Яй. Ранг-Яй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остров Ранг-Яй. Сейчас любой турист, приплывший сюда на лодке, будет поражен этой атмосферой изолированности, спокойствия, умиротворенности. Хочется застыть в моменте и задереть свой телефон до дыр, делая фотографии в море, на пляже, у пальмы, в джунглях. А всего 35 лет назад это был обычный участок изолированной суши, не привлекающий особого внимания среди местных жителей. Он как бы просто находился рядом с огромным Пхукетом. Популярность острова возросла, когда местные рыбаки заметили здесь обильное скопление сардины. Анонимный остров получил название Ранг, сосвученное с тайским словом, обозначающим сардину. Поэтому мы находимся на острове Сардина, почти как Сардинья. Но вы же понимаете, что все покупается и продается. Этот остров не исключение. В 1990-х сардину купила компания Ричи Айланд Пхукет Энко с целью развития здесь туристического направления. В настоящее время остров официально зарегистрирован как ферма по выращиванию и экспорту перламутрового жемчуга под названием Пхукет Пирл Фарм. Пхукетная жемчужная ферма. Здесь можно посетить ферму, посмотреть за процессом выращивания, сбора и обработки жемчуга. О, мне сейчас еще и еду несут. Капанка. Я проголодался. Потому что мы ели сегодня утром, завтракали. В 7 утра я завтракал, потому что в 8 уже выехали. Потом вот немножечко там закинулся кофе и кексик. И потом был обед. Все. Сейчас уже почти 6 часов. Нас привезли сюда, но этот пляж, это остров. И в отличие от предыдущих мест, где мы были, это такое относительно немноголюдное место. То есть пустой пляж. Классно. Нас окружают еще острова. И я заказал себе поесть смузи манго со льдом. Очень классно. На этом острове такая уже тайская деревня. Ближе, наверное, к дикой, что ли. Ну или здесь все сделано так. Короче, можно взять еще квадрики. Погонять здесь гонки по джунглям на квадроциклах. Вот, смотрите, вот такое вот все. Да, кстати, растут кокосы. Надо, чтобы на меня только не грохнулся кокос. Потому что потом можно не доехать. Ребята, вы знаете, что напоминает вот эта местность? Это как колумбийцы где-нибудь наркотики свои гоняют на этих джипах старых фильмах. Тут плантации какие-то. На Пхукет мы можем прилететь, ну скажем, прямым рейсом из Москвы или, допустим, Бангкока. Пхукет удобен с точки зрения логистики, потому что здесь есть международный аэропорт. Пхукет соединен прямыми рейсами со многими ключевыми международными центрами. Сингапуром, Гонконгом, Хуалумпуром и Дубаем. Поэтому эта локация позволяет свободно путешествовать не только в пределах Таиланда, но и за ними. Именно это я и сделал и скоро познакомлю вас со всеми этими точками. Но для этого надо подписаться. Про тот же Дубай у меня есть отдельные выпуски про хайкинг, отдых и вообще, что можно делать в УАЭ в целом туристу. Да и местному. Из аэропорта в город Пхукет доступны разные варианты транспорта. Такси, частные групповые трансферы. Причем забронировать место в автобусе можно прямо в зале прилета. Но тут придется подождать, пока не заполнится эта аэропортовская маршрутка. Мой вариант такси до отеля. Причем отель у меня не в городе, а где-то на побережье. А нем дальше. На Пхукете, да и вообще в целом, в Таиланде распространены так называемые тук-туки. Трехколесные разноцветные мотороллеры. Ночью напоминающие передвигающуюся дискотеку на колесиках. Я катался на такой по Бангкоку. С ними на ходу договариваешься доставить тебя в пункт назначения за сколько-нибудь бат. Куча у меня здесь всяких таких брошюрок, что делать на Пхукете. Сейчас я иду, значит, на тур по городу. Вчера у меня был большой, большой тур на лодке по островам. Про это отдельный ролик, полностью посвященный вот только путешествиям по вот этим вот красивеньким пляжам, по красивеньким островкам. Сегодня я хочу посмотреть именно городской Пхукет и плюс достопримечательности, которые есть вот здесь неподалеку. Сейчас у меня в час встреча. И я еду получать очередную порцию солнечных ударов. Вчера, конечно, на лодке было очень круто, но жарко, ребята, очень жарко. Берите с собой крема. Отель, да, я вам расскажу немножко про гостиницу. И тут тоже такая прикольная гостишка. Называется место фото. Фотоотель. Здесь, точнее, два отеля, две гостиницы объединенные. Значит, это фото, фото, причем пишется не PH, а F, фото, фото. И дальше еще Tide, как порошок стиральный. Я вам расскажу вам про гостиницу тоже попозже. Она молодец, уж ждет меня. Очень приятная, очень вежливая. Прямо здесь с ними можно организовать. Вот прямо в гостинице у них своя лавочка, где они тебе все сразу же продают. Вот они хорошие селлеры, все это продают, все рассказывают. Ну классно, это и очень круто. Так же, как и вчера начинался, приехал мой таксист на автобусике. Ну, как бы не таксист, он, точнее, представитель из компании. Приехал, меня забрал, я один, гостишки. Ну, кстати, мне это нравится. А вот потом уже мы толпой собираемся вроде как после Будды. Еду я через вот эти вот деревушки, как у нас в Краснодарском крае. То есть как в Анапе где-то. Население острова Пхукет составляет 360 тысяч человек. Население города Пхукет около 100 тысяч. А посещает остров ежегодно почти 10 миллионов туристов. Русскоговорящих – десятая часть. Интересно, что Таиланд использует желтые и красные карточки для иностранцев как в футболе. Те иностранцы, которые не уважают законы, могут быть депортированы. За последний месяц желтые карточки, предупреждения, были выданы восьми туристам. Из них один американец, остальные семь – русские. Что же так привлекает на Пхукете? Интересный вопрос, конечно, острова. Но о них я уже рассказал. А сам Пхукет? Чем может похвастаться сам Пхукет? Здесь много холмов, кокосовых рощ, пляжей, скалы и мопедов. Если вы никогда не были в Таиланде и на Пхукете, моей первой рекомендацией будет подняться на смотровую. Мыс Храм Теп. На вершине его возвышается действующий маяк с золотым куполом. Это культовое сооружение служит ориентиром для мореплавателей и символизирует удачу и процветание для местных жителей. Внутри находится действующий музей. Именно здесь есть смотровая с панорамными видами. Сам Пхукет-сити – административный и экономический центр острова. Городской пейзаж включает рынки, храмы, архитектуру, колониальные эпохи, смесь тайской культуры и космополитических влияний. Главная достопримечательность – это весь исторический старый город с хорошо сохранившимися китайско-португальскими зданиями. На 15 минут осталось, и гид сказал, что в 3 часа встречаемся. Сейчас уже 2.47. Короче, надо успеть подняться обязательно к Будде. Статуя Большого Будды. Высота 45 метров. Построен в 2004 году на пожертвование местных жителей и туристов. Хотя, думаю, что в большей степени все-таки туристов. Поэтому, если вы надеялись услышать какую-нибудь историю о многовековых событиях, связанных с этой статуей, я вас разочарую. А вот с чем не разочарую, так это с видом, который отсюда открывается. Причем на все 360. Не ожидал, что возле Будды будет еще и смотровая площадка. То есть тут со всех сторон можно посмотреть на хокет, на пляжи. Очень классно. Короче, были мы сначала на одной смотровой площадке, приехали к Будде. А здесь тоже смотровая площадка. Ну так, немножко неряшля, скажем так. Вот видите, галечка такая. Ихние тут лавочки везде. Целью проекта строительства Будды было почтить короля Таиланда и создать место для спокойного созерцания и медитации. Большой Будда является символом мира, единства и духовности. Он находится в сидячем положении. Одна рука поднята в жесте ободрения, а другая покоится на колени, символизируя стабильность. Пока мы находимся рядом со статуей Будды, и прежде чем мы отправимся в нашу следующую точку назначения, а это будет традиционный храм, давайте расскажу вам, кто из звезд исповедует буддизм. Дэвид Бэкхэм вместе со своей женой Викторией Бэкхэм решили стать буддистами. Бэкхэм обучался буддизму у товарища по йоге в Лос-Анджелесе, пока восстанавливался после травмы колена. Бэкхэм и Виктория медитируют и молятся каждое утро, используя буддийские слова. Билл Гейтс, американский миллиардер и основатель Microsoft, раскрыл пять своих любимых мотивационных книг 2018 года. Одна из них «Headspace. Руководство по медитации», написанная Энди Паддикомбом. Он же создал приложение для курсов медитации Headspace, у которого более 31 миллиона пользователей в 190 странах. В книге рассказывается о медитации, о сознании буддийским способом. Гейтс был настолько заинтересован медитацией, что пригласил Энди обучать его, его жену и их детей этому несколько раз в неделю. Ричард Гир, американский актер, который изучал и практиковал буддийский путь, найдя ответ на жизненные вопросы, когда был молод. Он всегда призывает как публично, так и в частном порядке друзей и своих зрителей применять буддизм в своей жизни. Орландо Блум с 16 лет входит в японское общество буддистов. Он регулярно практикует буддизм, полностью предан своей вере и уверен в том, что именно в этой жизни человек может достичь просветления, не оставляя этот важный момент на потом. Тина Тернер, королева рок-н-ролла, одна из величайших артисток всех времен, исповедовала буддийскую ветвь Махаяны. Она являлась членом ассоциации Сокогакай, крупнейшей буддийской организации в Японии, которая имеет членов во многих странах, включая США. Стив Джобс изучал древние восточные религии и особенно практику разума буддизма. Он изучал медитацию в течение 7 лет, проведенных в Индии, а затем продолжил обучение у японского мастера в школе в Сан-Франциско. Буддийская практика повлияла на философию, видение Джобса, а затем и на его инновации для всего мира. На своем втором канале с Maps Education у меня есть подробный выпуск про взлеты и падения Стива Джобса, о том, как он 10 лет провел в отречении от бизнеса. Как раз в это время он и ездил в Индию. Если вам интересно посмотреть этот выпуск, заходите на канал с Maps Education, подписывайтесь и линк будет в описании к этому ролику. Таиланд преимущественно буддийская страна Тхеравады. Буддизм играет значительную роль в формировании тайской культуры, ценностей, повседневной жизни. Буддизм Тхеравады подчеркивает учение исторического Будды, Сиддхартхи, Гаотамы и является одной из древнейших форм буддизма. Буддизм в Таиланде это не просто религия, он глубоко укоренился в структуре общества. Монахи, которые следуют строгому монашескому кодексу, занимают уважаемое положение. А храмы, ваты, занимают центральное место в сообществах, служа духовными, образовательными и культурными центрами. Тайская культура придает большое значение уважению к монахам. Молодые люди обычно проявляют почтение, склоняя головы и выполняют традиционный жест, называемый вай. Одна из известных достопримечательностей старого города, Ват Ман Кол Нимит. Этот храм представляет собой традиционную тайскую буддийскую архитектуру с разного рода украшениями, яркими цветами и богато украшенными деталями. Главное сокровище Ват Ман Кол Нимит – впечатляющее изображение Будды. Изображение выполнено из белого мрамора и высоко почитается местными. Монашеское образование является неотъемлемой частью тайского буддизма. Местные мальчики часто проводят определенный период своей жизни в качестве послушников в монастыре, где они знакомятся с буддийскими учениями, медитацией и этикой. Таиланд в целом славится медитативными ретритами, привлекающими как местных жителей, так и международных практикующих. Субтитры создавал DimaTorzok Очень вкусно, плюс здесь еще у нас тестинг был такой. Кешью тестинг. Дали нам попробовать все виды с кокосами, с васаби, с кофе. Короче, вот эти орешки. Вот, допустим, у меня тут с трюфелем. Короче, очень много разных. И сразу же здесь производство. Они говорят, что небольшое производство, небольшая фабрика. Но на самом деле выглядит это не как небольшая фабрика, а как такая немаленькая достаточно. Там-Ям, прикольная банка. 140 бат. 140 бат, это получается у нас, ну, рублей 350. 300-350. Сразу рядом с фабрикой кешью 5 минут буквально. И здесь находится пчелиная ферма. Она небольшая. Здесь проводят экскурсии. Здесь же у вас и магазин с продуктами, в которых есть мед или которые делают с помощью меда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь также куча всяких тут товаров из меда или с использованием меда. Всякие там крема, да, там. Сочи можно делать из меда. Все вот здесь делается. Здесь можно купить. Начиная с 19 века, тот участок, который сегодня известен как Старый Город, активно претерпевал изменения в период оловянного бума. Залежи олова на острове были обнаружены еще в 14 веке. Но только в 19 веке местные власти предоставили доступ крудникам, европейским инвесторам и предпринимателям. Португальцам, французам, англичанам, датчанам. Португальские колонизаторы по указанию губернатора острова получили право полного владения шахтой. При условии постройки улиц в городе Пхукетаун. Главным образом на шахтах трудились китайские рабочие, которые, ища лучшей жизни, массово пребывали на остров. А за ними последовали и китайские торговцы. С течением времени многие из них, обогатившись, начали строить в столице острова роскошные особняки для своих семей. Таким образом сформировался облик современного центра города, где многие старые здания сохранились, несмотря на высокую влажность, которая способна разрушить любые конструкции в короткие сроки. Что касается китайцев, посмотрите мой отдельный выпуск про бангкокский Чайна Таун. Если вы планируете провести в Тае какое-то время и являетесь поклонником всякого рода тусовок, здесь отмечаются различные буддийские фестивали в течение всего года. Санкран, тайский Новый год, включает в себя связанные с водой празднества, символизирующие очищение и обновление. Лойкратонг, фестиваль огней, когда люди спускают на воду украшенные поплавки в честь духов воды. На острове проводят и известный многим вегетарианский фестиваль. Это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в сентябре или октябре, в зависимости от китайского лунного календаря. Фестиваль длится 9 дней и отмечается с различными ритуалами и церемониями. Фестиваль уходит своими корнями в китайскую даосскую традицию и был привезен на Пхукет китайскими иммигрантами. Говорят, что он дает хорошее здоровье, чистоту ума и духовное очищение. Одним из наиболее отличительных черт фестиваля являются аскетические практики. Люди совершают разные ритуалы, включая прокалывание тела острыми предметами, хождение по раскаленным углям и лазание по лестницам с лезвиями. Считается, что эти действия демонстрируют силу богов, защищающую их от вреда. Во время фестиваля участники придерживаются строго вегетарианской диеты, воздерживаясь от мяса и некоторых острых овощей, потому что такая диетическая практика очищает. Здесь, получается, пляжа нет. Здесь поэтому басики. Один басик похожий. Еще один басик поглубже. А пляж... Ну вот, в принципе, спускаешься отсюда, и вот идет дальше пляж. Но все равно тут лодок, куча припаркованных. С этой стороны вообще не вариант купаться. Ну, туда дальше я не ходил. Там что-то крыши виднеются какие-то. Может, там и гостишка какая-то. Ну, не знаю. И, кстати, вот здесь, если пройти по берегу, за поворотом там еще что-то такое. Ну, типа пляжа там, какие-то гостишки. У меня последний день сегодня. Я сегодня улетаю. Сегодня мне нужно в обед поехать в школу, посмотреть быстренько школу, потому что мы здесь будем организовывать летние лагеря на Пхукете, чтобы был прямой перелет из Москвы. Здесь же британская школа, где можно учиться на постоянке с бордингом. Ну, я сейчас в эти детали вдаваться не буду. У меня для этого второй канал, Smaps Education, про зарубежное образование. Там можно посмотреть про учебные заведения, можно зайти на сайт smaps.ru. Это, кстати, собственно говоря, чем я занимаюсь, почему я катаюсь очень много. Вот, то я смотрю учебные заведения, школы, университеты по всему миру. Я вам не показывал свою гостиницу днем. Ну, как бы днем она прикольная, ну, как бы прикольная. Но самое главное, самое классное, вечером, как она выглядит с подсветками, со своими мне прям нравится, поэтому я отдельно заснял вечером гостишку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok